Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня 14 февраля и мои питомцы первый раз в своей жизни принимают солнечные ванны. Когда я в прошлом году вот в этой теплице снимала видео преимущества и недостатки поликарбонатовых теплиц, я указывала тот фактор, что при солнечной температуре, даже в зимние дни, здесь стоит высокая плюсовая температура. Вот сегодня у нас денек солнечный, за бортом минус 15, у нас здесь 22 градуса. Я вышла поубираться в теплицу, потому что мы ее тут немного не по назначению использовали, вот тут сушатся у нас плитки потолочные. Я вышла все это поубирать, чтобы приготовить к приему рассады, скоро уже буду выставлять, и вынесла с собой вот те сеянцы, которые у меня для получения раннего урожая, ранние-ранние всходы. Будут они у меня, конечно, здесь недолго, но час-два. Сколько я буду убираться, столько они будут здесь у меня стоять. Температура вверху вообще очень тепло. Вот я здесь совсем раздета, если мне человеческому телу тепло, значит и им это комфортные условия. Они хотя будут здесь недолго, час-два, но за эти два часа они получат намного больше, чем все эти дают им стимуляторы, всякие вот эти поддерживающие опрыскивания, полива. Солнце это есть солнце. Оно обеззаразит вот поверхность грунта, даже если что-то тут захочет завестись, не заведется. И, конечно, весь этот фотосинтез у них пойдет. Они будут крепенькими, здоровенькими. И вот теперь каждый солнечный день, у меня их всего два лоточка, это не очень сложно. Я буду их выносить на солнце. Именно для этих целей эта теплица у меня была и пристроена к дому. Специально прорубали еще один выход двери. Муж был против, сопротивлялся руками и ногами. Я настояла, чтобы я зимой, в ранний весенний период могла без проблем открыть дверь, выйти в теплицу и вынести вот эти вот посевы, которым приходится очень долго томиться на стеллажах, на окошках. Сеем же в феврале, в январе. Вот эти посеяны 29-28 января. Вот считайте, им еще у нас Сибирь, им еще февраль, им еще март томится. Вот именно для этих целей я пристроила себе теплицу, чтобы холить или леять своих вот этих питомцев. Они чувствуют себя очень хорошо. Даже если два раза в неделю я выношу их на улицу, те, которые выносятся, до которых руки у меня доходят, они значительно здоровее, зеленее. Но это всем ясно. Солнце это их жизнь для растений. Вот, хотела вам показать, что своих малышей 14 февраля я первый раз вынесла на солнышко. Можете посмотреть, какой прогноз погоды. Сегодня в Алтайском крае минус 10, у нас минус 15, но в зависимости от районов. Сейчас я спущусь вниз и покажу вам, сколько у нас на градуснике. Вот, на градуснике у меня 22 градуса. Средина февраля. Вот насчет этого поликарбонатовой теплицы, конечно, летом плохо, что они, очень жарко в них. Но весной они меня очень хорошо выручают. Здесь тепло, комфортно. Я сейчас буду убираться, а мои томатики будут впитывать в себя солнышко. До свидания. Желаю всем в этом году хорошего сезона. В конце каждого ролика желаю всем богатых урожаев. Это у меня уже как молитва. Желаю всем урожаев, желаю всем урожаев. Я надеюсь, она дойдет до неба. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok